всем доброе утро дорогие наши подписчики сегодня решил свеженького салатика сделать лучка нарвал салата окропчика народ ну и помидоры огурчики редиска чуть еще осталось такой салатик маленький сделаю на двоих нам не надо было и в жаренку яичницу и сыром сейчас это мы будем все делать на обед надо что приготовить начале лук возьмем и порежем лука уже много перья повырастала на огороде надо кушать зачем покупать в магазине если у нас своя зелень мама уже живот не варит нормально лекарство попила на водичке попила боржоне туши и покупал морщинская говорю боржоне и говорится и намного лучше стало уже она кушать все подряд не знаю чего на такого села вчера кушали все одинаково на такого села я не знаю салата много светлана насадила я щас редисочку посадил как должна уже редиска наша быть все чуть-чуть уже будет редисочка надо сейчас это надо побольше кушать витаминов побольше зелени огурчики конечно тепличная она тогда светлана собрала и не покупал огурцы холодильнике сегодня порядок убирал а завтра наверно сварю зеленого борщика щавель уже хорошо у нас вырос и наверно сварю я зеленого борщика наверно поеду или сегодня или сегодня вечером завтра наверно я поеду куплю еще или курку или качку запеку в духовке уже как раз приедет светлана с николаем хотел бы что-то им приготовить все-таки приедут с дороги надо будет им приготовить вкусняшку что-то запечь духовочку сварить что-то жиденького здорово и чтобы они поели начале хотел вареники потом думать о чем буду вареники лепить тесто кажется что здорово и лучше что-то жидкого тоже салата приготовить хорошие что-то завтра приготовлю теперь укропчика дадим для запаха не знаю я люблю когда округ в салате запах дает вот такой салатик у нас получится я не буду сильно солить потому что мама не любит соли пускай себе до соли сама такой скромненький салатик зелени я думаю что надо покушать чуть-чуть посолю конечно не будет не соленая чуть-чуть но они будут давать соли потому что если не посоли что будет как трава по солнечного масла и салатик у нас же готовы сейчас поджарю яичницу на обед что надо приготовить конечно всегда готовлю свежие не хочу наготавливать там еще больше остался но не знаю ли будет по чуть-чуть что-то варить свежего каждый день чем наварить а потом стоит по два по три дня и кто-то не съедает я потом выбрасываю вот и все салатик наш готовый в холодильнике нашел колбаску что оставалось а там сырок такой у меня был на бутерброды сверху брошу на яичницу и пожарим начали колбаску называется холостяцкий обед за такого ничего не хочу готовить уже надо доедать то что там есть в холодильнике потому что я буду выбрасывать добавим чуть-чуть молочка чуть посолим поперчим и вот такой у нас выйдет когда поджарим колбаску сверху это залью потом сырок и думал что будет вкусно сегодня опять я в хате выбирал там некоторые пишут каждый день убирают в хате ну конечно надо убирать потому что у нас собачки в хате бегают не знаю мы уже так привыкли даже у нас и собак не было вначале все равно каждый день убирали особенно на кухне в туалете это я не знаю вполне нормально убирать потом трудного пропелесосим тряпкой полы а тем более сейчас лето жарко все равно подсвежить чтобы в хате было свежо и чистенькое надеюсь это каждому приятно не только там именно женщинам да и мужчине тоже приятно я всегда Светлане помогал ну конечно по мере возможности когда успевала этот я Светлане помогал уборкой заниматься даже когда маленький был то тоже помогал в основном отец у меня уборкой занимался отец любитель у меня был убирать уборочкой он когда был выходной работал в шахте суббота воскресенье у него выходной помню особенно зимой я любил с отцом убирать отец ковры поснимает дорожки спала и мы так постоянно на улицу выносили снег притрушим сверху снегом веничком позаметала потом бросали было если веревка то хорошо а нету на забор забрасывали там такой у нас рядом был детский садик мы на забор забрасывали выбивали дорожки домой приносишь такой запах чистота ну как вспомню сейчас будем жарить яичницу наша колбаска уже обжаривался потому что и не выбрасывает сколько там неделя прошла этой колбасе ну лучше ее поджарить она лежала в холодильнике и сверху заливаем вот сейчас она поджарится а сверху положим сырок и вот что у нас выйдет я помню когда мы с отцом работали на лесокомбинате где мы раньше жили западной украине но я почти в столовую не ходил на обед с работы потому что отец работал на лесокомбинате я работал я работал оператором потому что у нас был лесокомбинат там мебель у нас делали я работал оператором ну как оператором объяснила сидел в такой будочке за кнопками по ленте шла плита она обрезалась и я за этим там смотрел чтобы нигде не застряла плита переключал там ленты вот такая у меня работа была отец работал сантехником уже на лесокомбинате он работал крым-рагу шахтером потом по травме вышел на поверхность отец проработал 14 лет шахте и по травме вышел на поверхность чуть поработала но потом переехали на западную украину и отец устроился на лесокомбинат сантехником на потом я пошел работа была нормальная работал по пятому разряду но это еще когда-то было оваться была коптерка это отец пораньше придет и сало кубиками нарежет у него такая маленькая плитка была электроплита и на сало лука туда это же яйца разобьет пожаре я приду в обед покушаю было хорошо но это когда-то нужно только вспоминать бросим сырок вот такой у нас холостяцкий обед или студенческий обед я думаю это каждый сумеет такое сделать по-быстрому перекусить в обед то нормально пускай так будет сырок расплавится и вот что у нас получилось и сейчас будем кушать все уже мы пообедаем на сегодня нам хватит мама захотела кока-кола я покажу кока-кола попробовать я так не сильно не увлекаюсь равно стаканчик могу это за скукала а а а а а то а а